Шавкат Джураев Шавкат операции, которую сделали врачи в Узбекистане. Пытались выпрямить сломанный во время драки нос, а в итоге удалили хрящ. После этого орган обоняния сплющился. Так Шавкат стал жертвой пластической хирургии. Сразу другой человек. Сейчас я его сегодня увидел после того, как сняли гипс. Он сам в шоке от себя. Так же и мы все. Мы все родственники, все друзья ждем. Ждали этого момента, когда это все снимут. Конечно, мы все рады, что так удачно все получилось. По словам Шавката Джураева, за ринопластику органа обоняния долго никто не брался. Мужчина стеснялся собственного носа. Но главное, трудно было им дышать. Доверие вызвали лишь казанские хирурги. Пациенту создали новую конструкцию хрящевого отдела носа, спинки носа, чтобы устранить все проблемы после ранее проведенной операции, чтобы нос был эстетически, выглядел приемлемо. Все, конечно, эти все трансплантаты фиксируются. Они не просто вставляются и имеют жесткую фиксацию с хорошей опорой. Операция проходила под общим наркозом и длилась на протяжении 5,5 часов. Братья Микусевы использовали закрытый метод хирургического вмешательства. Ребряный хрящ внедряли через ноздри, чтобы после операции не осталось шрамов и разрезов. Забор кусочка ребра, берется хрящевой отдел ребра, он на функции грудной клетки и на внешнем виде никоим образом не сказывается. То есть сегодня мы сняли швы ему грудной клетки, он абсолютно даже не чувствует. То есть никаких дискомфортов и неудобств не испытывает. Из хряща ребра можно сделать не только нос, говорят врачи, а еще и ушную раковину. И не только. Подобные пластические операции широко распространены за границей. У зарубежных специалистов и обучались братья Микусевы. В 7-й клинической больнице полная реконструкция носа проводилась в третий раз.